В Шумкенте открылся Центр ядерной медицины для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Центр планирует обслуживать население Тургызстанской, Кырлорденской, Шамбулдской областей, а также горожан из ближнего зарубежья. Центр оснащен новейшей современной медицинской аппаратурой. Установлено высокотехнологичное оборудование. Здесь могут выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, предупреждая развитие патологии и сократить смертность. Мощность ПЭТ, КТ в день до 20-30 человек. Медоборудование высокотехнологичное позволит принимать даже граждан из соседних республик Узбекистана, Таджикистана. Будем принимать жителей из Тургызстанской, Кырлорденской, Шамбулдской областей, развивать медицинский туризм. Ранее жителям Шимкента, столкнувшимся с подобными болезнями, приходилось ждать в очереди до 2-3 месяцев и выезжать на диагностику в Астану и Алматы. Теперь нет такой необходимости. Обследование можно будет пройти в Центре ядерной медицины. В Шимкенте открылся уже 18-й магазин «Громад». Теперь жители микрорайона «Туран» могут закупиться товаром в крупной торговой сети, не выезжая в Центр. Магазины продают продукцию разного вида, при этом по доступным ценам. Сахар, лук и другие продукты питания теперь можно будет приобрести по доступным ценам в магазине «Громад» в микрорайоне «Туран». Перед открытием продавцы готовят полки, наводят порядок. Все для того, чтобы клиенты были довольны. Как вы знаете, в прошлом был кризис по сахару, а в то время наш магазин поставлял сахар по фиксированной цене. В планах открыть еще четыре магазина до конца 2022 года. Дополнительно мы обеспечим еще 200 рабочих мест. До конца города планируется открыть еще несколько магазинов. Компании уверяют, что будут следить не только за качеством обслуживания, но и за ценами. Запуск новых точек позволяет горожанам. В Шемкенте проходит девятая международная специализированная выставка сельского хозяйства. На выставке представлено более 50 компаний стран мира, как Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, России, США и Турции. В выставке международного уровня Агритек Шемкент 2022 принимает участие более 50 компаний страны ближнего и дальнего зарубежья. Тематикой выставки стали сельскохозяйственная техника, оборудование, запасные части, технологии орошения и удобрения семена и саженцы. Удобрения средств защиты растений, оборудования и технологии для птицоводства и животноводства, ветеринарные технологии и так далее. Ведущая сельскохозяйственная выставка Агритек Шемкент 2022 служит площадкой для встречи специалистов сельского хозяйства из разных стран для обмена опытом и новыми технологиями, создания совместных бизнес-проектов. Выставка, которая проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и Акимата города, организована международной компанией Экспо. Не зря выставку международного уровня проводят в Шемкенте, ведь южные регионы имеют высокий потенциал в производстве сельскохозяйственной продукции, говорит представитель министерства. На сегодняшний день одним из эффективных механизмов взаимодействия и налаживания новых контактов, несомненно, является проведением выставочных ярмарочных мероприятий, которые стали традиционными событиями для специалистов агропромышленного комплекса страны, представляющими собой мощное средство для эффективных маркетинговых коммуникаций, площадку для встреч профессионалов, позволяющих получить глобальное представление о ситуации в том или ином отдельно взятом секторе экономики и оценить свои позиции на внутреннем рынке. По словам руководителя департамента земледелия, посетители выставки смогут получить выбранную ими технику, инструменты, продукцию по льготному кредиту через акционерное общество «Казагрофинанс». Госкомпания субсидирует 25-50% техники, приобретенной дехканами и крестьянами. Кредит под низкий процент без первоначального взлоза, без залога имущества. Отметим, что международная выставка стартовала 9 ноября и продлится до 11 ноября. Если вы ищете технику и современные технологии, связанные с сельским хозяйством, спешите в выставочный центр. Шемкенские предприниматели отметили Всемирный день качества. Главной целью Всемирного дня качества является привлечение внимания широкой общественности к проблемам качества предлагаемой продукции и оказываемых услуг. Необходимо активизировать деятельность, которая направлена на решение проблем качества. В регионе не так много соответствующих производств. Вот знаменательную дату представители Казахстанского института стандартизации и метрологии наградили владельцев бизнеса, удовлетворяющих запрос потребителей. Нужно отметить, что проблема качества считается одной из наиболее актуальных проблем в экономике очень многих стран мира. Качество товаров и услуг в современных условиях является необходимым условием успешной деятельности любого предприятия и любой организации. Понятие качества тесно связано с понятием уровня жизни, сохранением окружающей среды, физического здоровья и психологического комфорта человека. Всемирный день качества ежегодно отмечается во 2-й четверг ноября. Впервые он был отмечен в 1989 году. Проведение праздника Всемирный день качества направлено на оптимизацию и повышение качества производимых товаров и услуг. Население нашей страны, как и других странах мира, должно иметь возможность приобретать товары высокого качества. От качества продуктов питания очень большой степени зависит наше здоровье. Нам также очень важно, чтобы оказываемые нами услуги имели только высокое качество. Иначе это будет сказываться на нашем комфорте. Качество товара является общей проблемой не только для производителя, но и для потребителя. Представители Казахстанского института стандартизации метрологии подчеркнули, что в последнее время растет качество сервисного обслуживания в стране. Главной целью Всемирного дня качества является привлечение внимания широкой общественности к проблеме качества предлагаемой продукции и оказываемых услуг. Необходимо активизировать деятельность, которая направлена на решение проблем качества. Решение данной проблемы подразумевает, во-первых, то, что товары должны быть безопасными для человека и окружающей среды. Во-вторых, то, что они должны полностью удовлетворять все запросы и ожидания потребителей. Представители филиала Казахстанского института стандартизации и метрологии в Жампылской, Казахстанской и Туркестанской областях приняли участие в онлайн-совещании в палате предпринимательства Атамикен и поздравили участников совещания с праздником. 24-летний житель Шымкента занимался мошенничеством, обещая квартиры по госпрограмме. А на вырученные деньги закрывал свои долги. В настоящее время выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Наказание определит суд. Очередной случай мошенничества произошел в Шымкенте. Несмотря на широкое освещение участившихся случаев мошенничества, доверчивые граждане продолжают попадать в ловушки аферистов. Особенно внушительные финансовые потери несут желающие приобрести крышу над головой. 30 октября в ДП Шымкента обратился местный житель, который рассказал, что заплатил своему знакомому 5 миллионов тенге в обмен на квартиру по государственной программе. Но сделка не свершилась. Деньги отданы, а квартиру мужчина так и не дождался. Подозреваемого стража порядка нашли в течение суток на территории города. Им оказался безработный 24-летний парень. Свою вину он признал. Оказалось, что парень пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами. Теперь кроме долгов ему светит реальный срок по статье 190 УК РК «Мошенничество». Субтитры создавал DimaTorzok